Час Делягина на радио Комсомольская правда А потом они вдруг создали такое оружие, нефтедоллар Очень такое стратегическое, а мы вот в ответ ничего создать не могли И только сейчас, когда они вновь заговорили, а как бы сейчас из-за Украины Обрушить цены на нефть и чтобы мы обвалилась наша экономика Тогда мы только начинаем задумываться сейчас о создании какой-то своей системы платежной Вот что это, когда это началось, вот эти нефтедоллары? Это началось в ходе нефтяного кризиса 1973-1974 годов Да, резко подскочили цены на нефть благодаря действиям арабских стран Они в знак протеста против очередной войны Израиля Они прекратили поставку нефти в Ремию В результате цена нефти резко подскочила Очень сильно, очень болезненно Ударила по всем, по всему Западу В Америке драки в очередях на бензоколонке были нормальным, обыденным явлением Кое-где даже стреляли То есть это был сильнейший удар по Западу И если бы руководство Советского Союза исследовало бы интересы Советского Союза То холодная война закончилась бы тогда, в 1973-1974 годах Закончилась бы не победой США и Запада, а победой Советского Союза Вопрос рассматривался на Поредмиро Насколько можно судить И Поредмиро ЦК КПСС Не захотела побеждать Запад в глобальном противостоянии Это были люди уже отравленные потреблением С одной стороны Это были люди, которые не хотели брать на себя ответственность за весь мир Им бы дожить Им бы свой садик обустроить Они не были экспансионистами Ну а с другой стороны, пройдя войну Они больше всего на свете боялись войны И вот этот страх перед новым 22 июня Лишь бы не было войны При всей агрессивности и жесткости их политики Он доминировал Советский Союз был государством обороняющимся И блистательно доказал Что есть единственный способ гарантированно потерпеть поразание Это стратегическая оборона Доказал блистательно своим опытом Мы могли победить Запад в 1973-1974 годах Наша экономика тогда еще только-только начинала загнивать И она была, можно сказать так Уровень жизни среднего класса Советского Союза Мы вполне сопоставим с уровнем жизни в развитых странах По потреблению чуть ниже По удобствам чуть ниже Зато по безопасности и социальной сфере Значительно выше Мы были примерно наравне тогда Советский Союз не стал бороться Есть много вопросов о том Открытый вопрос в истории на самом деле Почему же арабские националистические лидеры Вдруг объявили нефтяную войну Западу С одной стороны, конечно, у них были очень сильные чувства Было стремление к арабскому единству Существовала даже объединенная арабская республика При насыривается Египта и Сирия И эти чувства единства арабского мира Пред лицом новых угнетателей Они были очень сильны И они диктовали общность действий И общность активных действий И прежде всего Советский Союз был защитником арабов Советский Союз был защитником арабов Но на уровне государства Никто не советовал арабам Применить нефтяное оружие Создать нефтяное оружие Выколоть его Другое дело, что огромное количество Наших инициативных, умных, талантливых людей Большинство прошедших, ну скажем так, многие прошедшие войну Они были советниками при арабских лидерах И они могли устроить это не по приказу сверху А просто по собственной инициативе Как здесь гражданское общество Распределенное сетью И вдруг десятки тысяч Никак не связанных друг с другом людей Наносят удар в одно место Потому что они одинаково думают Одинаково чувствуют И к одному и тому же стремятся Вполне возможно, что наши советники поступили точно так же Не сговариваясь друг с другом И уж, может быть, сговариваясь друг с другом Но точно не сговариваясь с центром Они посоветовали одно и то же И убедили Я думаю, что история Вряд ли расскажет там, как было на самом деле Но арабский мир Объявил нефтяную войну Мы не выиграли в этой войне Мы упустили шанс И когда вы выпускаете шанс Вы одерживаете первую победу Противник превращает вашу победу Тактическую В свое стратегическое достижение Гениальность Киссинджера Привелась во многих вещах Но есть основания полагать Что действительно Нефтедоллар создал он Логика простая Дорогие друзья Вы продаете нам американцам А Америка в 71 году Прошла через банкротство Она в 71 году за два года до этого При Никсине Перестала Обеспечивать Доллар золота Перестала Выкупать Доллары за золото И появилась возможность Имитировать золото сколько надо Имитировать доллар Извините, сколько надо И тут Нефть стоило дорого Это ваше право Вы монопольный поставщик на рынке Мы вас даже бомбить не будем Мы окажем вам помощь Мы будем платить вам столько Сколько вы хотите Вы утонете в деньгах Вы захлебнетесь в роскоши Но с одним маленьким обязательством Вы храните ваши деньги В наших банках Не в чужих А в наших Договорились? Он предложил Арабскому миру Отказ от войны Он предложил Арабскому миру Партнерство Взаимовыгодное сотрудничество Предложил им возможность Получать неограниченное Количество денег Просто потому Что Он гарантировал Что им будут платить В обмен На маленькую Несущественную деталь Храните ваши деньги В наших банках Не в соседних А в наших Но денег же много Все где-то надо хранить Какой-то Арабский Руководитель Хранил Деньги Наличные У себя Во дворце Мыши сгрызли На 2 миллиона Тогдашних долларов Это 20 сегодняшних А тут 25 Вот То есть Действительно Это было очень здравое Предложение Для Арабских шейхов Они на него пошли Согласились И действительно Захлебнулись в деньгах И до сих пор У них нет никаких проблем С деньгами Никакой формы Что получила Америка? Они Получили С одной стороны Высокие цены на нефть Которые страшно Ударили по их Стратегическим Конкурентам Европе И Японии Сейчас бьет по их Конкуренту Китая Да Это правило Работало не абсолютно Там были сложные Механизмы Но принцип был таков Я печатаю Сколько надо Потому что Вы все равно Привозите эти доллары У меня И храните их У меня Вам некуда их девать Эти доллары Работают на меня Я кредитую Тем самым Свою экономику Ну а мы Кредитуем Пару минут Перерыв Оставайтесь с нами Друзья Час Делягина На радио Комсомольская правда Продолжается Час Делягина На волнах Комсомольская правда Мы ведем Разговор О нефтедолларах Стратегическом Оружии Америки Это простейшая Оговорка Что вы будете Заработанные На нас Доллары Хранить У нас же Означает Что эти доллары Образуют Ресурсную базу Американских банков Которые Все равно Стали сильнее Всех Это означает Что Еще раз Ликвидация Конкурентов Конкуренты Оказались В невыносимых Условиях Помощь Собственным Нефтяным Компаниям Которые Тоже участвуют В этих сверхприбылях И прекрасно Се чувствуют Стратегический Враг Арабский мир Стал стратегическим Союзником И С визгом Восторга Залез во внутренний Карман пиджака И стали Оружием Америки С другой стороны Причем Зависимым Еще оружием Потому что Когда вы Храните деньги В банке То вы зависите От этого банка Даже если это ваши деньги Вы от него зависите И Кредитование Собственной экономики За счет Семьвчения Финансовой политики Во А дальше Следующий этап 81 год Когда Они поняли Что можно Имитировать нефть Не только под Ну нет Хорошую жизнь От кризиса Поняли Не только под Нефть Не только под аппетит Арабских друзей Но и вообще Под свой собственный аппетит Что можно Имитировать доллар Не ограничиваясь Ничем Они смягчили Правила кредитования И поскольку Кредит Двигатель прогресса Двигатель экономики Не победили нас В экономическом соревновании Они вышли Они вышли в 81 году Из кризиса 79-81 года В рост В подъем В технологический рывок А мы вышли В гонку На лафетах И когда Они окреплен Они Взяли реванш И у них Рука не дрогнула Нас уничтожить При помощи Тех же самых Нефтедовых Они сказали Саудитам Посмотрите на этих русских Они воевут в Афганистане Они Преследуют ислам Они безбожники Давайте мы их ликвидируем И саудиты Согласились В ущерб себе Снизить цену на нефть Извините Да Снизить цену на нефть На мировых рынках И Советский Союз Который зависел от нефти Больше чем Саудовская Аравия Потерял критически Значимые деньги Это было не страшное падение Но это было Небольшое Лишение небольших доходов Которые В условиях нашего Внутреннего кризиса Сыграли роковую роль Лишив нашу элиту Уверенности Ужесточив Внутреннюю драку За ресурсом И создав Много других проблем Самое главное Что конечно Лишили элиту Уверенности Лишили элиту Веру в своей правоте В свою правоту Саудиты пошли на это легко Потому что Они и так купались В зенегах Чуть больше или чуть меньше Для них не было разницы Им нужны были доллары Чтобы покупать Оружие и украшения И предметы роскоши Ну оружие им стали Поставлять в кредит Под будущие доходы Только и все В результате Здесь это было Обоюдное смягчение Для сузитов Почти не было ущерба Реально В результате Американцы Применили против нас Нефтедоллары И Победили Выиграли холодную войну Сейчас нам опять говорят Американцы говорят Мы и вас сейчас Вспомните 87-й год Смотрите Они обманывают нас Они не имеют ресурсов Для того чтобы Устроить нам Новые 86-й 87-й 88-й год Почему? Потому что С одной стороны Сильно разложилась Судовская Аравия Сейчас они не могут Опустить Цену Мировую цену нефти Ниже чем 90 долларов за баррель Потому что Тогда их бюджет Станет дефицит Более того Это минимум Минимум 90 долларов за баррель А хочется еще больше Значит в реальности Барьер 95 Долларов за баррель С другой стороны Нефть добывается Не только Судовская Аравия И много-много-много Серьезных Инвестиционных Проектов Сделанных В том числе С участием Американского капитала Тоже Вратятся В пыль Прах Убытки Пепел И падение Капитализации Если нефть Будет дешевле 90 долларов за баррель Какие-то Булжи С нефтью Завязанные Скажем прямо Я уж не говорю Про текущие доходы Нефтяного И газового Бизнеса США Таким образом Они могут Уронить Мировую цену нефти Очень серьезно Очень болезненно Для нас На 15 долларов за баррель Для 95 Для нашей экономики Несовершенно Это будет очень серьезно Очень страшно Но совершенно не фатально Поэтому они Это не делают Поэтому Нефтедоллары Как оружие Сегодня уже Не работает Сегодня работает Пропаганда Сегодня работает Пятая колонна Сегодня работают Социальные сети Сегодня работают Разрушение Идентичности Людей При помощи Широкого спектра Инструментов От Традиционного Учебника истории Написанного Нетрадиционными Безумными людьми До Своей меньшей Социальных Информационных Технологий Нефтедоллары Против России Уже Не выстрелят Более того Если нефть упадет До 95 долларов За баррель У нас сначала Действительно Начнется Хаос Деградация Разрушения Потому что Придется снижать Нормативы воровства А дальше Начнется развитие Потому что Воров съедят друг друга Это тоже Хороший Это тоже Хорошая Возможность Поэтому Нефтедоллар Это прекрасный Исторический Опыт Того Как при помощи Одной маленькой Оговорки Превратить Лютого ворога В верного Другой партнера Кисин же Он был Еврей По происхождению Есть Еврей По происхождению И он С лютыми Ворогами Израиля Договорил Не просто Договорился Договорился Так Что обе стороны Были в полном Шоколаде И никакие Национальные Религиозные Предосудки Ему не помешали Вот это урок Который нашим Националистам Которые сейчас Пытаются из русских Сделать Не до эстонцев Не до хуторян Вот извлечь Этот урок Раз и навсегда На всю оставшуюся жизнь Что не то что Безразличных к вам людей Нельзя превращать В врагов Ваших врагов Можно превратить В друзей Пока вы мыслите Категориями Интересов Ездил Обама В Саудовскую Аравию Обама В Саудовскую Аравию Ездил Как это модно Говорить По широкому Кругу Вопрос Да Ведь Соединенные Штаты Америки Сдают Израиль Если называть Вечи Своими именами Обама И Речью В Каирском Университете Которую он произнес На заре своей Карьеры Он по сути дела Превратил Исламизм Который был Врагом Америки Второй урок В стратегический Инструмент Америки Посмотрите Северная Африка Стерта с лица земли Сирия Стерта с лица земли Хаотизируется Весь мир В интересах Соединенных Штатов Америки Силами Ислам Фундаменталистов Уже братья Мусульмане В Египте Американцами Считаются умеренными Он Значит Зачем нужен был Израиль На Ближнем Востоке Для Америки Это был Командус Который постоянно Держал арабский мир В тонусе Не давал ему Расслабиться Или не потопляемый Объятный Порядок Угал Но на фоне Исламистов Израильтяне Это Что называется Детские сад Штаны на лямках Это гуманисты Либералы Демократы И вообще Общий человек И Исламисты Держат Светские режимы Или Относительно Светские режимы Или Скажем так Национальные режимы Арабских стран Арабского мира В страхе Значительно Сильнее Чем Израильтяне Израильтяне Стратегическая потребность В Израиле Отпала Америка Начинает Его сдавать Они хотели Его сдавать Еще в 2000 году Но помешало 11 сентября А теперь Уже никакой 11 сентября Не помешает Но когда Они сдают Израиль Израиль Начинает Дергаться Израиль Начинает Суетиться Это нужно Урегулировать Слишком большой Круг вопросов Здесь завязан С другой стороны Обам Соединенные Штаты Америки Ставят на Катар Катар Выскочка Который получает Слишком много денег Слишком много возможностей И Садусская Аравия Ревнует Но Катар Это газ Да Это не только газ Это еще Оригинальная база Агентства национальной безопасности Привет с Новым Ну это понятно И самое главное Иран Американцы нормализуют Отношения с Ираном И сказали Да-да-да-да Ваша атомная программа Действительно Сугубо мирная Мы 20 лет выстирали Ваши ноги А теперь мы вам верим Пожалуйста Поставляйте свою нефть На мировой рынок Мы смягчаем санкции Саудовская Аравия Для которого Иран Единственный конкурент В мусульманском мире Во-первых Суниты против шиитов Во-вторых Персы против арабов Персы все-таки Намного круче И в-третьих Самое важное Какая-никакая Исламская Но все равно Реальная демократия Против королевской семьи Где десятки тысяч Наследных принцев Так В этой ситуации Сугубская Аравия Боится Ирана И это ситуация Которую можно Разрулить только на месте Ну А нам надо уйти На небольшой перерыв Оставайтесь с нами Друзья Вернемся Вернемся Час Делягина На радио Комсомольская правда Продолжается час Делягина На волнах Комсомольской правды Итак И вот Возвращаясь К визиту Обама В Саудовскую Аравию И вот заваливается Каша Исламский фундаменталист Которых Саудовская Аравия Выкармливает И с ужаса Видит что американцы Перехватывают управление И куда они пойдут Непонятно Тяжелейшая ситуация В самой Саудовской Аравии Где слишком много Принцев Наследных Слишком много принцев Это уже неустойчивое равновесие И главное Их болеет Да И реальное ухудшение Экономической ситуации Катар Иран Израиль Это классическая Ближняя Средневосточная каша В которой можно сломать голову И нужно приехать на месте Чтобы всех успокоить Раздать конфетки Усешить Сказать что мы вас не сдаем По крайней мере Сегодня вечером Мы вас еще не продадим Живите спокойно Если бы Задача была в том Чтобы уронить цену на нефть Поехала бы Как в прошлый раз Директор ЦРУ А учитывая теплоту отношений Двух телефонных звонков Вполне хватило бы И мы бы сейчас Разговаривали бы Совсем В другом темпе С другими интонациями И не про Нефтедоллары Как оружие А про Жуткий бюджетный кризис И дикую политическую напряженность Среди правящей тусовки Но этого нет Америка не может Серьезно уронить цен на нефть Еще по одной причине Дело в том Что снижение мировых цен на нефть Это страшный подарок Для Европы и Китая Для двух главных конкурентов Для Америки К сожалению Мы потерпели Страшное поражение За последние четверть века Недаром не называется Четверть века национального предательства И в силу этого поражения Мы Съежились Мы незначительные в мире Мы не являемся настолько важными Чтобы ради нас Ради того чтобы Уязвить нас И ударить по нам И может быть даже попытаться Разрушить нас Чтобы ради этого Ломать глобальный баланс сил Нет Все что смогли сделать американцы Это демонстративно продать Часть национальных резервов нефти И то Говорив что это все В технических целях Ребята не бойтесь Это все несерьезно Но мировые рынки Отреагировали на это Несерьезно Так что нам бояться нечего Нефтяное оружие Это не про нас Но это очень правильный Мировой урок И вот когда Путин Строит северный поток Потом строит южный поток Для экспорта газа Превращая в наших партнеров И друзей Элиты Которые к нам Очень скверно относятся Вот Тем самым он демонстрирует Понимание Урока Киссинджера Что Вы нас не любите Вы нас считаете врагами Считаете нас Кем угодно Хоть еще один дьявол Но мы с вами Сделаем совместный бизнес Да Моя прибыль Будет чуть-чуть Поменьше А ваша Чуть-чуть побольше Чем это должно было быть Исходя из нашего общего понимания И вы будете Моим верным другом И проводником Моих интересов Вот чего боятся Сегодня американцы В Европе Они боятся Что северный поток Примирил Германию С Россией И южный поток Примирит с Россией Юго-восточную Европу Включая Центральную В виде Австрии И южную В виде Италии И вот тогда Вопрос Кто хозяин в Европе Даже при падении В доле российского газа С нынешних 35 до 25 Процентов Окажется Очень и очень Актуально Американцы Этого боятся Но Нефтедоллары Не работают И они Поэтому На Украине Прибегнули К старой Традиционной Практике Государственного Переворота Ходят разговоры Все-таки Пугают нас Нефтедолларами Что у нас Должна быть Своя система Оплаты За нефть За юан За евро Еще за что-то За рубль Это что? А это наш ресурс Нефтедолларов Стратегическая угроза Которая все время Висит перед американцами Можно сказать Дорогие друзья А мы больше Не будем Продавать сырье За доллар Будем продавать Сырье За что угодно Это Сожмет Сферу применения Доллар В расчетах И это Довольно Болезненно Будет для американцев Потому что Во-первых Ослабнут позиции Доллара в мире Сократится их влияние И будет запущен Процесс перехода Который идет Но очень медленно Очень частично Переходы от доллара Как мировой резервной валюты Которая для всего мира К разделению мира На макрорегионы На валютные зоны То есть сейчас Уже есть валютная зона Юаня Есть валютная зона Евро Но и там и там Все равно В основе лежит доллар Потому что сырье Продается за доллар А если за сырье Начнут европейцы Платить не чужими долларами Своими евро Все Доллар перестанет Быть мировой резервной валютой Это наше Стратегическое оружие Которое Которое американцы боятся Мы просто Боимся Сами всерьез Прегрозить А вторая Часть этой же идеи Это старая идея Павла Министра финансов Советского Союза Еще в 89-м году Он предложил Перейти к экспорту сырья За рубли Чтобы рубль Стал Одной из мировых Расчетных валют Это сильно Расширит наше влияние Кардинально расширит Маленькая проблема Любая палка Имеет два конца Расширится наше влияние На мир Увеличится наше влияние На мир Но одновременно с этим Увеличится влияние мира На нас Люди смогут покупать Огромные массивы Рублей Потом Обрасывать их В российскую экономику Что-то скупать Обрушивать валютные рынки Станет возможным Значит Нужно предусматривать Жесткие механизмы Валютного регулирования На критические случаи В современном мире Ничего страшного в этом нет Англичане об этом говорили прямо Что если вдруг Начнем сыпаться еврозона То они будут вводить ограничения Не только на отток капитала Но даже на приток Спекулятивного капитала Они выговорили Они заявили о своем праве На это Мы тоже можем это сделать Но для этого нам нужно Сначала вылечиться От стыдной болезни Либерализма Но все-таки Этот вариант Возможен Этот вариант Возможен Когда И он нужен После оздоровления Российского государства После того Как наше государство Целиком А не только отдельными Пусть даже Высокопоставленными Фрагментами Перейдет От работы На интересы Глобального бизнеса К работе В интересах Своего народа Я думаю Года три Модернизации И можно будет Начать этот процесс И лет за пять Он пройдет Это болезненный процесс Это сложный процесс Потому что Когда вы платите Долларами Все принимают Доллары Когда вы просите Доллар Все платят Долларами с восторгом Но если вы говорите Пойдите пожалуйста К нам на МВБ Купите там Рубли А потом Переходите их к себе А потом Заплатите этими Рублями нам За нефть Я скажу Дорогой друг Отлично Два процента Скидка Ну представьте Приходите вы на рынок Достаете деньги А вам пройдет Говорит Не Я сегодня Рубли не беру Я сегодня Не беру Что там в Азербайджане Не знаю Какие нибудь Хорошо Тубрики Вот идите туда За угол Купите там Тубрики Да потом Ко мне И возвращайтесь Куда вы его пошлете В пешую Сексуальную Прогулку На глобальном рынке Никто никого не посылает Но за это По удовольствии Придется платить Понятно Что Если мы просто так Это хотим Для ощущения Собственного величия То этого делать Не стоит А если мы Реально хотим Расширить Наше влияние На мир Понимая Что влияние Сегодня Стоится Окупается Завтра Тогда это Необходимо делать Господин Павлов Был Наверное Худшим Премьер-министром Советского Союза Но он был Очень хорошим Министром Финансов Надо Уважать Классиков Даже если Они И не правы На 90% Есть вещи В которых Они все Делали правильно Так что Теперь Наша Историческая Участь Применяет Нефтедоллары И я Абсолютно Верю Что нам Удастся Применить Это замечательное Оружие Против его Изобретателей Хотелось бы Чтобы при жизни Доктора Киссинджера Должна же Быть исторически Справедливая Да Хоть и старенький Он уже Но Так и хочется Сказать Живите Долго Господин Киссинджер Не только В России Нужно жить Долго Но иногда И в Соединенных Штатах Америки Тоже Я думаю Что мы пожелаем Ему здоровья И еще дольше Ход жизни Чтобы он Увидел Как рушится Та система Которую он Когда-то создавал Все-таки Надежда На это есть Да Да Кто мог Поверить Что мы Воссоединимся С Крымом Да Никто Это точно До последних дней Даже Никто Даже астрологи Типа Глоба Не могли Это представить Живешь Да им не подсказали В день референдума Меня на улице Останавливают Знакомые Говорят Слушай Наши кинут Крым Обманывают Ну обманывают Это точно Боялись этого Это был Это был Такой страх В народе Что Как всегда И надо Отдать должное Мы не поступили Как всегда Мы первый раз Поступили Правильно Лиха беда начала Да И Тайнир Из которой Путин взялся За обустройство Крыма Не сбросив Поговорить Что это всерьез Дай бог Чтобы получилось Можем еще И ошибиться И все остальное Но вы знаете Какие бы страшные Ошибки Мы не совершили В Крыму Некоторые Будут Наверное Ошибки Без этого Никак Без этого Не бывает Любое дело Сопровождается Ошибками Да Все равно Крым Будет раем По сравнению С тем Что сейчас Разворачивается На Украине И Крымчане Это понимают Очень хорошо Им тоже Не все нравится В России Надо Говорить честно Не все В России нравится В том числе Большие права Крымско-татарского народа Совсем там Никому не нравятся Вот Но они смотрят Что происходит За перехейком Как там Развиваются События И они понимают Что они были правы Ну а мы понимаем Что сейчас Делягина Заканчивается До новых встреч В эфире Друзья До свидания Счастливо Час Делягина На радио Комсомольская правда